Друзья, всем привет! Башар Асад уже сбежал в Москву, прилетел просить Путина помощи и спасения, потому что трещит по швам его армия, разваливается, повстанцы уже заходят в Алеппо, и это еще Турция по полной не включилась. Сейчас обо всем подробно, не забудьте подписаться на канал, жмите лайк, комментируйте то, что я сейчас вам расскажу. Итак, у путинских вассалов конкретные проблемы. Полностью сыпется оборона сирийской армии, и сирийские повстанцы уже заходят в Алеппо, Алеппо второй крупнейший город Сирии после столицы Дамаска, мы об этом говорили в прошлом видео, там более такой детальный разбор с объяснением, кто там кто и за кого, поэтому кто не видел, посмотрите, чтобы я там все не повторял, а сейчас уже про развитие событий. Так появляется видео, как повстанцы заходят в Алеппо, посмотрите одно. Посмотрите еще одно. И обратите внимание, что, собственно говоря, им никто не мешает, заходят как к себе домой, посмотрите. В общем, полностью разваливается оборона Асада. Почему? Ну вот Игал Левин пишет очень четко и точно об этом, о том, что фактически армия Асада держалась, вернее не армия Асада, а оборона Асада и режим Асада держался на четырех штыках. Штык номер один, воздушные космические силы России, в общем, ВВС России, которым сейчас много работы в Украине, плюс их там по три палок изрядно. В общем, не до Асада. Второе. Вагнеровцы. Ну, там вообще понятно, может, спиритический сеанс только провести. Третье. Хазбалла. Хазбалла и ее бойцы. Хазбаллу развалил Израиль. Причем полностью ликвидирована верхушка Хазбаллы. Ну, и она боеспособной силой перестала быть, во всяком случае, пока. Ну, и, собственно говоря, алавиты. Это там очень сложно все в Сирии. Там есть мусульмане-суниты, есть мусульмане-шииты, а есть еще алавиты. Это там такая отдельная, можно сказать, такая секта в исламе, может, чуть ближе к шиитам. Ну, в общем, это представители красклана Асада. Их не так много, этих алавитов. У них там есть такое подразделение типа элитная спецназ «Тигры», но их немного, и в этом их проблема. В общем, остались из четырех штыков в руках у Асада осталось такой сильно потрепанный штык в виде остатков Хазбаллы, почти сточенный штык в виде ВВС России, ну, и тоже помятые его «Тигры». И поэтому фактически такое крупное наступление первое с марта 2020 года, когда Путин с Эрдоганом сели и договорились по Сирии. И Эрдоган долго ждал, знаете, на Восток дело тонкое, и важна выдержка наше главное оружие. Эрдоган долго ждал момента, вот момент настал. Причем, что Эрдоган еще там напрямую активно не включается. У Эрдогана свои цели, кроме того, режим Асада, который совершенно ему чуждый там, и чтобы вас не удивляло, что он может сколько угодно заигрывать с Путиным, но он ему тысячу лет не нужен, его подбрюши, которым является Сирия. Но также там еще есть и курды, причем их там тоже разные, но конкретно есть курды, которые активны, собственно говоря, в Турции, и поэтому Эрдоган собирается их там подвинуть, уничтожить. И уже один из таких крупных городов, которые контролировали курды, похоже, они из него уходят. Уходят, и туда заходят, собственно говоря, повстанцы, которые и контролируются, и при поддержке Турции. Ну, возвращаясь к Алеппу, еще покажу вам, как они, повстанцы, топчут плакаты с Путиным и Асадом. Во-первых, это красиво, но еще и приятно, молодцы. Топчите, так и надо. Ну, и вот, собственно говоря, линия фронта, и вы можете увидеть, насколько повстанцы уже приблизились к Алеппу, а на самом деле уже заходят в Алеппу. Ситуация развивается очень быстро. И на фоне этого появилась информация в медиа, что Асад срочно вылетел в Москву. Интересно, вылетел в Москву за помощью и еще вернется? Или уже просто сбежал? На это мы узнаем ответ на этот вопрос очень скоро. Ждет сейчас аудиенции Путина, будет бросаться ему в ноги, просить дать ему войско, оружие, ВВС. Ну, Путин есть свои проблемы. Может, Орешником? Путин. Это же только на все один Орешник. Может, Орешником уже там? В общем, ждем, что сделает Пуло. Друзья, вот такие новости. Следим за развитием событий. Все эти конфликты взаимосвязаны и для нас тоже имеют значение. Держим строй.